Иван Иванович Санжаров известен как непримиримый борец с мусором и незаконными свалками. В Южно-Сахалинской мэрии возглавляет профильный отдел. За пределами рабочего кабинета от принципов не отступается. Порой удается застать нарушителя и отправить его в Освоясе во время прогулок по дачному поселку. В районе Третьей Паде чуть ли не весь Корсаковский район сбрасывает строительный мусор. Конечно, гоняя единичных нарушителей, коренным образом ситуацию не поменять, но у Ивана Санжарова есть и другой план по спасению островной природы. В свободное время он выращивает кедры. Тысячи. Начинается все с орешков, их стратификации, то есть проращивания. Высыпаем, просеиваем и как бы вот отбираем те, которые проросли или которые только треснули, их уже высаживаем. Вот, допустим, вчера я высаживал около 1647 орешков. Колоссальный ручной труд с увлеченным садоводом разделяет семья. Сын, Иван Иванович Санжаров-младший, уже знает о подготовке и высадке орехов все. Смотрим на конь. У этого очень большой. Значит, делаем достаточно большую дырку. Главное, чтобы кедр у крышка был вниз. На грядке около 4000 будущих саженцев. Кедр – дерево уникальное по своим полезным свойствам. Вот какие данные приводят американские ученые. Едва проросший до метровой высоты саженец в сутки вырабатывает 3000 литров кислорода. А организму человека в среднем требуется в 10 раз меньше. Обильные урожаи кедровых орехов удобряют почву. В кедровых рощах селятся и плодятся белки. А вместе с ними и другие животные. Идеальное дерево для спасения планеты. Иван Санжаров готов дарить саженцы детским садам, школам, предоставлять для озеленения городов и сел. Инициативу поддержали в Министерстве образования. Любое учреждение может оставить заявку. Партию уже хотят получить в одной из курильских школ. К ней, конечно, приложится совет по уходу, подкрепленный опытом. Первые кедры Иван Санжаров посадил 6 лет назад. За этот срок саженцы вырастают совсем небольшими. А теперь представьте, приходят наши своими внуки-правнуки сюда через лет 100-150. И это будет огромное дерево, которое будет плодоносить. Которые шишки будут падать, орешки будут выпадать, из них будут вырастать кедрики. Эти орешки будут кедровки разносить на огромное расстояние. Потому что кедровки до 2-3 километров разносят орехи, прячут. Из них тоже будут вырастать кедры. За все время своего увлечения Иван Санжаров высадил более 100 тысяч кедровых орехов. Возможно, его усилиями и усилиями новых сподвижников, которых с каждым годом становится все больше, через сотни лет площади новых зеленых лесов в Сахалинской области будут больше, чем площади несанкционированных свалок, которые все продолжают расти. Субтитры создавал DimaTorzok